всем здравствуйте всем здравствуйте сегодня у нас среда и как обычно эфир со мной меня зовут юлия бабушкина инструктор по маникюру и моделированию ногтей и творческий партнер компании эми сегодня у нас с вами тема моделирования арочная мы будем смотреть чем отличается у нас арочное моделирование от классического отличается она конечно же постановкой формы подготовкой именно ноготка к постановке формы вот и это все мы с вами на практике сегодня посмотрим так пожалуйста мне какие-нибудь реакции накидайте если меня хорошо видно слышно вроде бы связь хорошая но на всякий случай отлично спасибо большое вот и поговорим еще о гелях которыми мы можем сделать арочное моделирование лариса спасибо большое так смотрите гели которые нам нужны это скажем так достаточно жесткие либо средней жесткости до чтобы они хорошо держали арку потому что арочное моделирование это сложное моделирование и если у нас будет гель неподходящий то есть будет мягковат эластичен да в основном это длина большая вот соответственно у нас просто гель не выдержит эту большую длину эту архитектуру и плюс у нас не получится красивого точеного ноготка поэтому гели должны быть у нас именно вот средней жесткости которые подходят на большую длину и хорошо держит арку какие гели могут быть конечно же самое первое насчет чего я буду говорить это монофаз универсальный гель прозрачный абсолютно он хорошо держит арку средней жесткости единственное только что но он жидковат и возможно кому-то будет неудобно им работать вот в таком случае вот кстати монофаз его можно сделать полностью на все моделирование и на свободный край и также можно его сделать на архитектуру да то есть можно им все выполнить если нам нужно именно прозрачная конструкция для этого он идеален дальше форм гель клер это уже чуть гуще гуще по густоте до выше плотнее гель и он жестче но его можно использовать только на свободный край им удобнее работать только не так сильно растекаться но при этом все равно сама выравнивается просто чуть медленнее вот и его можно использовать только на свободный край всю архитектуру к сожалению не сделаешь потому что он очень жесткий и в зоне кутикулы там где у нас верхняя часть ноготка самая мягкая самая эластичная там к сожалению могут пойти у нас отслойки ой закидали сердечками спасибо большое вот я поняла меня хорошо слышно видно отлично так дальше монофаз на всю архитектуру хорошо держит арки хорошо выравнивается быстро работать форм кель клер только на свободный край тоже хорошо держит арку достаточно жесткий даже слишком для ложа поэтому на ложе его не используем вот им можно сделать если нам просто прозрачный кончик нужен а верху уже будем декорировать каким-то другим вот его можно использовать дальше то что не растекается совсем это конечно наши акригели так но у меня вот вот такой для примера я вам просто покажу да из новой коллекции прошлый эфир кстати с ним был молочный с микро шиммером очень красивый не знаю вот сейчас вам видно будет не видно очень красивый им тоже можно сделать алла арочное наращивание на любой форму любой длины он будет хорошо прекрасно держать арку вот единственное только что мне не очень нравится все-таки делать такие большие конструкции которые будут ну не сама выравниваться совсем не легче взять жидкий гель не сработать им но это на удобство кому как например я знаю что многие делают арочные ногти на верхние формы поэтому акригели в принципе здесь тоже прекрасно подойдут вот мы сегодня с вами будем работать как всегда нижними формами это классика вот поэтому использовать буду именно эти формы так ну что же и еще один мой самый любимый продукт наверное для наращивания особенно для арочного это витражные гели у нас их 33 витражные геля сейчас вам буду показывать их переверну наверно камеру и уже покажу именно в раскрытом состоянии они очень красивые очень чистые цвета тоже средней жесткости можно делать длинное наращивание арочное хорошо держит арки не разжимается после того как мы просушили в лампе то есть тоже идеальный продукт и в принципе можно ими сделать всю архитектуру единственное только что по цветам сейчас с вами посмотрим может быть для кого-то это будет слишком яркие цвета но если как-то декорировать там стемпингом еще чем-то то вполне возможно так ну что же давайте я еще раз представлюсь для тех кто только что присоединился меня зовут юлия бабушкина я инструктор по маникюру и моделированию ногтей в городе воронеж и творческий партнер компании ими сегодня тема у нас с вами арочное моделирование и я думаю что мы с вами помоделируем сегодня арочный миндаль чтобы все понимали что то что сейчас называют арочным миндалем то что делают да это не настоящие арки это полуарочная техника можно с вами сегодня именно арочный миндаль и сделаем как это делают моделируют мастера которые именно арками занимаются вот чтобы вы имели представление что это такое но у нас есть классические системы моделирования есть арочные сейчас очень модно популярна стала такая между этими двумя техниками техника когда у нас ярко есть но недостаточно сильно она поднята вот это такая полуарочная техника в основном и и делают на коррекции тоже мы с вами поработаем в арочной технике в чистом виде так ну что переворачиваю камеру еще вам покажу сейчас гели витражные так сейчас настрою немножечко чтобы вам хорошо видно было по свету сейчас немного подстроим вот так должно быть хорошо я подготовила свой пальчик на нем будем моделировать так витражные гели здравствуйте всем здравствуйте вот такой вот розово-малиновый амберина гель сейчас покажу по консистенции он тоже достаточно жидкий хорошо выравнивается при этом хорошо держит арку подходит на наращивание как свободного края так и можно сделать полностью моделирование наверно по свойствам немножко на монофаз похоже чистый цвет они между собой кстати хорошо смешиваются получается тоже красивые оттенки вот такой вот не знаю даже как называть василькова синий наверное он в баночке темный но на самом деле на форме он будет чуть посветлее потому что здесь все равно концентрация достаточно большая тоже по консистенции такой же жидковат быстро нужно им работать давайте я баночку на сейчас вот розовую тоже оставлю открытой и 3 сейчас с вами посмотрим добрый день всем добрый день и вот такой вот зеленый даже я бы сказала изумрудный но если на крышечке посмотрите да вот в светлой состоянии в тонком нанесении он будет вот такой вот нежный здесь конечно тоже уже концентрация повторюсь цвета чистые за счет этого можно их смешивать давайте даже немножечко вам продемонстрирую этот момент допустим смотрите мы видим берем с вами зеленый и берем немножечко синего тут нужно понимать какой цвет будет преобладать конечно здесь синего будет преобладать больше поэтому его нужно брать чуть меньше и за счет этого смотрите у нас вот такой вот свет морской волны очень красивый получается из синего и зеленого если мы с вами сейчас кисточку очищу возьмем немного розового и добавим его в синий у нас получится фиолетовый конечно же да это естественно это понятно просто я имею ввиду что вот посмотрите насколько чистые хорошие цвета что они идеально смешиваются между собой и можно получать еще отдельные оттенки и если мы с вами сейчас розовый смешаем и зеленый это тоже получится красивый цвет на самом деле сейчас тоже вам покажу такой чуть-чуть потемнее похолоднее чем с голубым получается даже вот то есть можно смешивать можно экспериментировать так закрываем наши баночки и приступаем к моделированию я здесь делала маникюрную подготовку как таковую ноготка не сделала кое-где у меня чуть-чуть осталась база я ее не стала снимать до конца я никогда это не делаю если не этот слой кто чуть-чуть базу могу оставить так смотрите первое что нужно понимать это сразу с подготовки ногтя нам нужно если на обычное классическое моделирование мы можем свободный край оставить вот да вот такой длины и даже и в принципе он нам будет не мешать то на арочная нам нужно убрать в ноль посередине и чуть-чуть оставить по уголочкам чисто для того чтобы у нас форма держалась за что-то да вот прям убираю полностью свободный край чуть-чуть по уголочкам тоже убираю и понемножечку вот здесь оставлю прям вот полностью убрала до гиппанихи все дальше мне уже некуда потому что упирается здесь мы форму уже будем подрезать немножечко вот здесь по бокам скругляю сильно много оставлять не нужно по полмиллиметра будет достаточно дальше нам нужно с вами зашлифовать ногтевую пластину поднять чешуйки порядочек небольшой на виду так это можно сделать мягкой стороной пилки но смотрите тоже такой момент если ногтевая пластина здоровая хорошая плотная то в принципе нам достаточно просто бафика будет вот у меня здесь бафик идем круговую то есть я поднялась с этой стороны по середине и спустилась с этой стороны хорошо проработала серединку прошлась то есть мы с вами не не топчемся на одном и том же месте если мы будем туда-сюда топтаться на одном и том же месте мы с вами заполируем ногтевую пластину а нам нужно придать наоборот ей шероховатость дальше обезжириваем обезжириваю я евроклинсер убираю все пылиночки и дальше подготовка у нас идет ногтевой пластины повторюсь здесь маникюр я уже сделала поэтому эту манипуляцию мы с вами пропускаем вот дальше нам нужен будет nail prep ультрабонд и супербонд гель это наша гелевая база гелевая база это нейтральная база но при этом она очень хорошо работает на здоровых плотных ногтях и смотрите если у нас ногти долго долго были под гель лаком конечно нам супербонд гель поставить сразу нельзя будет под гелевое моделирование да мы оставляем тонкий слой базы от гель лака например мы можем поставить баз гель в тонкий слой под гель да и как мы обновляем ногтевую пластину оздоравливаем да только сращиванием сращиванием то есть через какое-то время это примерно 3-4 месяца до мы уже можем заменить базу от гель лака на чисто гелевую базу для чего это нужно немножечко сейчас отвлекусь от темы да дело в том что у нас ногтевые пластины сейчас у клиентов очень очень скажем так истощенные из-за большого количества гель лака и у многих клиентов сейчас гель лак перестает достать до должным образом так скажем до держаться тем более сейчас большую длину пытаются гель лаком укрепить чего делать нельзя то есть все равно у нас идут сколы трещины и по в ростом зона стресса не выдерживает то есть все равно клиента нужно перевести с длинными ноготочками до на гелевую систему сразу с гель лака мы это сделать не можем то есть сращиваем постепенно оставляя базу гель лак под гелем потом когда у нас ногтевая пластина полностью сменится мы уже можем переходить на супер бонд гель если у нас было и до этого все время гелевое моделирование в принципе мы можем спокойно сразу пользоваться супер бонд гель и держаться все будет хорошо в каких случаях еще мы используем супер бонд гелем каких базу от гель лака если у нас влажная ногтевая пластина влажная ногтевая пластина от природы очень гипер гидрозная мы ставим вас гель потому что он задерживает немного влагу гель лаковая система пористая это абсорбент поэтому на влажных ногтях будет хорошо держаться вот супер бонд гель это гелевая нейтральная база и она очень хорошо держится на здоровых нормальных ногтях и также на сухих или возрастных особенно рекомендую именно ее ставить потому что на сухие возрастные ногти лучше не ставить базу пористую которая является абсорбентом до чтобы она нам не вытягивала влагу из ногтя дополнительно до оставим нейтральную так на данном случае я буду ставить себе супер бонд гель уже давно его использую поэтому себе делаю именно так nail prep это дегидратор который нам необходим для дополнительного до дегидрирования ногтя то есть вытаскиваем вытягиваем влагу здравствуйте здравствуйте девочки вот так же очень хорошо nail prep дегидратор он вытягивает какие-то излишки косметических средств потому что сейчас клиенты у нас любят лосьончики против загара да там тоже средства и все это может скапливаться у нас под кутикулой просто обезжиривание очень сложно вытягивает косметические средства поэтому nail prep нам необходим дальше ультрабонт это наш двухсторонний скотч иногда мы им можем не пользоваться например если мы пользуемся баз гель вот но если мы пользуемся супер бонд гель это нейтральная база повторюсь да то рекомендую все таки ультрабонт наносить ультрабонт мы наносим очень легкими движениями вот так вот вытираем прям кисточку об флакон чтобы лишнего ничего не было вот и наносим легкими движениями на ногтевую пластину вот так вот такой вот сатиновый блеск должен быть блеска как масло ни в коем случае случае не должно быть потому что тогда у нас наоборот ультрабонт будет работать в обратную сторону то есть пойдут отслойки свежий ультрабонт всегда выглядит вот так и обратите внимание что я это сделала за три захода то есть один одна сторона ногтя середина другая сторона и стараемся не заходить этими полосочками друг на друга чтобы излишка этого средства не было это очень важно так если у нас nail prep выдерживается буквально секунду сразу испаряется и смотрите тоже такой показатель что дегидратор хорошо работает ногтевая пластина через секунду становится сразу ну такой матовой белесой да то есть все дегидратор сработал и сделал свое дело и дальше наносим уже ультрабонт он здесь будет примерно 30 секунд работать на ногтевой пластине дальше мы уже можем использовать супербонт гель супербонт гель как мы наносим смотрите в принципе мы можем нанести его и втирающими движениями да вот такими подрагивающими движениями для чего в тонком слое мы его не оставим мы все равно продублируем сверху по мокрому слой чтобы был потолще но вот такие движения я делаю для того чтобы у нас очень хорошо препарат быстрее проник между чешуйками которые мы подняли да и сработал близко близко к кутикуле очень хорошо проходимся и вот смотрите в тонком вот таком слое я не рекомендую оставлять базу потому что нам нужна еще и амортизация в тонком слое амортизации не будет вот поэтому здесь же сейчас же я прохожусь и еще обычный такой слой как покрасила просто лаком вот так никаких бликов мы здесь не ловим с вами это просто база просто подложечка поэтому сушим сушить нужно ну где-то 30 секунд где-то минуту до 30 секунд достаточно в имя лампе минуту не меньше минуты мы сушим например там санах дата потому что у них длинна волны совершенно другая они не такие мощные и вообще старайтесь все-таки не экономить время на просушке препаратов гелий баз это очень важно потому что они на молекулярном уровне могут не досыхать и оставаться цепочка внутри она будет не до конца сформирована и препараты недосушенные в течение месяца они будут в ногтевую пластину уходить и это может способствовать в дальнейшем каким-то аллергическим реакциям поэтому обязательно все препараты начиная от базы ну там даже от подготовительной жидкости базы и заканчивая топами мы просушиваем столько сколько нужно то есть гелия мы просушиваем тоже не меньше двух минут так все у нас подготовка закончена теперь мы будем устанавливать форму здесь самое интересное начинается если мы с вами на обычный миндаль или полуарочный миндаль да можем установить слегка вниз форму или слегка ну скажем так прямо даже да то на арочный миндаль так у меня очень сильно липучие перчатки белые сейчас секунду чтобы чтобы не так сильно липли я сейчас буду использовать просто антибактериальный спрей и быстро быстро работать вот на арке мы с вами устанавливаем форму сильно вздергиваем кончик выше природного апекса так окошечко вниз подклеиваем для жесткости для плотности я всегда это делаю ну вот это маленькая тоже сюда потому что девать мне особо его некуда так ну придется понаблюдать как я мучаюсь в перчатках дальше это самая неудобная часть дальше по перфорации с вами разрываем и продольный вернее по поперечной арке вот так вот обязательно скручиваем для того чтобы форма очень хорошо принимала тот изгиб который нам нужен по серединочке я тоже немножечко поджима не склеиваю я просто поджимаю для того чтобы легче было опять же устанавливать и соединять дальше смотрите у меня на ноготочке снимите перчатки не мучайтесь у меня разный маникюр девочки поэтому я не буду вас шокировать этим у меня кстати недавно тема была тоже у меня клиентка увидела разные мои ногти на одной руке они были разноцветные потому что какие-то были с мастер-класса какие-то с прямого эфира и она такая в шоке говорит мне как вы ходите так на людях вот просто вот реально у нее было в глазах такое вот немножко даже брезгливости по ну как так можно ходить вот поэтому не буду вас тоже мучить этим смотрите гиппанихий разросшийся достаточно таки да и нам нужно форму подрезать как я это делаю ну сначала я конечно примерю сейчас я это делаю уже на глаз вот но вам сейчас расскажу примеряем примеряем всегда сжимая трубочкой подносим потому что если мы будем подносить прямо то сто процентов мы неправильно померяем и ошибемся вот подносим трубочкой вот уперлась у нас получается форма в гиппанихий а вот здесь по бокам у нас образовались вот такие дырочки да туда конечно у нас будет все затекать причем смотрите если я сейчас еще вздерну форму вверх кончик так как мне нужно будет на арке поставить то у меня вот эти вот дырочки они еще и увеличиваются соответственно смотрим где у меня в рост сейчас секунду я ее как-то немножечко ну условно вот она стоит у меня условно да смотрим где у меня в рост ноготочка и вот это расстояние до в роста от гиппанихия до в роста до прямая линия это то расстояние которое я должна перенести на форму от гиппанихия вниз по форме вот то есть вот это расстояние это то которое я должно вот сюда перенести и вырезать вглубь и тогда у меня форма хорошо встанет здесь дырочек не будет вот и гель сюда не зальется так хорошо теперь будем вырезать но опять же повторюсь и сделают на глаз хорошо что у нас на формах еще есть пометочки да это очень удобно вырезаем по ширине вот это вот овальчик вглубь да уже чем ногтевая пластина чуть уже но треугольником как некоторые показывать нельзя тоже потому что у нас может получиться такая история что посередине дырочка будет так подносим протягиваем хорошо устанавливаем и и то что я говорила смотрите нам нужно носик формы сейчас хорошо вздернуть прям выше природного апекса где то вот так будет да ну миллиметра на 4 точно то есть в высоту от вот этой вот точки да вот сейчас примерно вот так вот я вам покажу вот так это будет тогда у нас вот здесь вот очень хорошая красивая арочка будет здесь смотрите хорошо плотненько все села и еще обратите внимание у нас центральная линия как всегда при наращивании центральная линия формы должны совпадать с нашей фронтальной осью пальчиком так хорошо здесь теперь соединяем так соединить нужно очень очень ровненько иначе арка внутренняя будет перекошенная и будет все очень некрасиво здесь у нас должна быть смотрите очень красивая ага у меня сейчас не получается я повыше поставлю чтобы вам показать вот когда соединяете у вас здесь должна быть очень красивая ровная капелька значит арочка ваша будет тоже красивая и ровненькая на себе это сложновато немного сделать на клиенте будет вам попроще на клиенте можете перчатки конечно снимать почему бы и нет перчатки вообще они необходимы именно для защиты мастера вот поэтому клиенту они не несут никакой честно говоря там пользы или что это наши с вами защита поэтому мы можем снять когда нам удобно будет вот так у нас получается вот так мы вздернули прям кончик да и смотрите если мы с вами сильно сильно сейчас сомкнем вот здесь капельку у нас получится с вами не арочный миндаль а готический стилет то есть когда у нас узкая узкая форма будет но нам с вами нужно сделать именно миндаль поэтому я заужаю но оставляю здесь вот такую вот капельку вот пальчик достаточно узкий поэтому я просто вот здесь вот формочку вот так вот прижимаю и ничего мы с вами здесь не вырезали больше дополнительно под валики и вообще арочное наращивание но конечно хорошо именно на узкие пальчики если пальцы прям широкие или трапециевидные красивой арочной формы там не получится по крайней мере с первого раза так ну что же все вроде ровненько и я хочу поработать сегодня своим любимым гелем амберина гель вот такой вот розовый давайте немножко теперь пониже поставлю для работы можно использовать кисть вот такой вот лепесток но я наверное возьму вот такую вот кисточку потому что хочу прям мне хорошо подойти вот сюда мне вот она поудобнее так формочку проверяем потому что могла соскочить так обращайте внимание что у нас форма должна быть продолжением нашей ногтевой пластины и сужаться это очень важно потому что если она не будет сужаться у нас получится форма такая вот широкая тоже не очень красивая берем небольшое количество геля я не сильно буду заходить на ногтевую пластину и смотрите по бокам я условно сейчас выложила мне важно длину сейчас выложить потому что гель очень жидкий чтобы он у меня в бока сейчас не растекался я сначала задаю длину длина ну я думаю в данном случае пусть будет можно даже до девятки дотянуть потому что мы подрезали мы прям единицу подрезали давайте вот так вот до девяточки так серединку проработали и теперь уже идем в боковые линии смотрите чем отличается у нас форма именно арочная получается что от в роста условно да у нас пойдет прямая линия сейчас побольше возьму геля прямая линия как на квадрате но у нас кончик затрат вверх смотрит поэтому вот здесь я прям делаю такую косую линию кончику давайте намечу с этой стороны тоже самое так сейчас зафиксируюсь вот в роста прямая линия по форме как на квадрат здесь у меня примерно до семерки я дошла значит здесь это уже идут до семерки и от семерки вверх косая линия к кончику все теперь я заполняю вот эти пробелы много геля не берем чтобы у нас не получилось толстое такое моделирование нам очень много придется пилить с запасиком чуть-чуть вниз и я опускаю и здесь тоже то есть выкладываем как можно точнее много не берем материала потому что материал сейчас я проверю без камеры материал очень жидкий он просто будет стекать нам глубоко если его много поэтому стараемся много материала не брать если я вижу что у меня вот здесь вот на уголочке излишек я прям по серединочке в серединочку вот так вот вот тяну в серединочку все это мы можем с вами уже подсушить также этот гель можно поджимать если есть необходимость ну на узких пальчиков в принципе особо нет такой необходимости можно не делать это если чуть-чуть ногтевая пластина широковато можно поджать на трапецию лучше не моделировать арки все таки на трапеции не получится сразу красиво так подсушили я еще немножечко подсушу сейчас и смотрите в арке так как это все таки такая достаточно сложная техника и когда вы только знакомитесь с этой техникой старайтесь сразу заложить в моделирование дизайны то есть блестки какие-то фольгу еще что то есть декорации сразу закладываем вот чтобы облегчить себе работу я возьму блестки вот такие гипсофила очень красивые и именно ими я задекорирую ложа такая у меня задумка так давайте проверим если вдруг я вижу что у меня где-то что-то немножечко подскочила или наоборот убежала да я могу немного добавить здесь я бы немного добавлю с этой стороны и сейчас ну с этой стороны все хорошо может быть чуть-чуть продублировать вот здесь еще раз немножко подсушу то есть не спешите снимать форму проверьте насколько хорошо у нас проработаны боковые зоны насколько там достаточная толщина да и обязательно точки в роста должны быть закрыты никаких там не должно быть дырочек углублений там не проработанных каких-то моментов да еще такой момент смотрите если очень тонкие тонкие у нас получаются боковые линии то у нас форма здесь вот не отщелкнется тоже такой вам как бы знак здесь все хорошо все хорошо отщелкнулась теперь я снимаю наконец-то форму и будем работать дальше поджимаю посередине форму и тяну вниз и на себя не тянем просто форму потому что бывает такое что форма если тонковато прям выложили свободный край то форум прямо со свободным краем может у нас уйти поэтому очень аккуратненько так ну что смотрите вот такая у нас получилась с вами форма вот здесь у нас получается такой провал за счет того что мы сдергивали с вами форму это нормально все хорошо теперь мы с вами берем блестки я даже знаете как сейчас хочу совместить наверное немножечко голубого возьму и вот эту зону за декорируем еще немного голубым так смешаем эти два цвета и аккуратненько протянем такое небольшое брашечку сделаем чуть-чуть подсушу не буду выкладывать уже наши блесточки кисточку утираем чтобы она чистенькая была так все подсушили немножечко берем блесточки выкладываем стараемся у кутикулы выложить те которые помельче а те которые покрупнее мы будем с вами стягивать вниз у кутикулы порежем и теперь покрупнее сюда и и я как бы имитирую ложе блестками выкладываю прям погуще такой дизайн у нас будет русалочий морской но при этом розовенький так можно даже немного еще пониже зачем я взяла здесь синенький его практически не видно просто за счет этого немножечко переход сгладился потому что блестки здесь есть и розовые и голубые вот вот так все я думаю этого достаточно линия нашего гипонихия прикрыта отрастать будет хорошо ничего не будет видно все так с вами и оставим сушим сушим в лампе аккуратненько потому что горячо может быть если тонкая ногтевая пластина так смотрите свободный край мы сделали амберина гелем чуть-чуть в зоне гипонихия я проложила вот такой вот синенький магазин можно если хотите можно его и немножечко продлить на сам свободный край смотрите можно еще немножечко если хочется прям двойной такой эффект давайте чуть-чуть пусть чуть-чуть побольше синего будет и дальше я возьму прозрачный монофаз здравствуйте всем здравствуйте и прозрачным монофазом сделаю уже именно архитектуру потому что дальше у меня еще пойдут шермиконы и они будут цветные я думаю что можно взять либо вот такие вот полосочки розовые красивые вот я нашла давно у меня завалялись нужно использовать вот либо вот такие вот луночки может быть даже луночки я очень люблю и какие-нибудь надписи сделаем так подсушили дальше что делаем дальше берем монофаз берем кисть лепесток вернее овал номер 4 набираем немножечко на кисть и промазываем сначала тонкий слой по которому у нас будет хорошо распределяться основная масса геля такой мокрый пол делаем с вами так как гель жидкий а у нас с вами достаточно большое вздергивание получилось вот здесь вот хорошая красивая арочка вот здесь на кончике вот я рекомендую вот эту часть сначала выложить то есть разделить сейчас моделирование еще на две части архитектуру и сначала заполнить именно вот эту часть берем небольшую небольшую или большую каплю геля и распределяю посередине но сильно много не надо брать потому что опять же он у нас пока начнет течь а нам нужно чтобы он остался в середине и вот здесь как раз техника выравнивания нам очень даже поможет то есть нам нужно вот эту вот часть да за декорировать заполнить еще уберу прям вот так вот прокладываю ну почти сразу не стараемся это сделать у нас еще второй слой будет прям переворачиваем пальчик и выравниваем серединочку вот так вот вот отлично пока я вам показывал конечно он немножко стек я сейчас еще разочек это сделаю и быстренько в лампу быстренько в лампу так серединку мы с вами проработали теперь у нас нет вот этого большого углубления и нам уже будет намного проще выполнить моделирование варочной техники то есть закончить его подсушили немножечко и делаю еще раз мокрый пол чуть-чуть отступая уже от кутикулы там много материала не нужно прорабатываю хорошо боковые линии в бока сильно много материала нам не нужно у нас должен быть красивый узенький пальчик ноготочек теперь выкладываю еще одну каплю распределяю ее не доходя до кутикулы там и так уже много материала и веду к кончику и здесь если у нас еще остался небольшой провал здесь намного проще уже во вторую каплю нам его с вами заполнить вот кутикулы должен быть подъем и ровная линия к кончику это очень важно в арках прорабатываем бока то что спускается мы можем вот так вот с вами проработать и последнее я еще раз к кончику сейчас подведу гель и теперь переворачиваю выравниваю то есть мне нужно сформировать вот от подъема ровную линию к кончику чтобы он не был у нас сдернутым чем длиннее ноготь тем сильнее здесь у нас подъем и больше материала уйдет так сейчас я подсушу и вам уже покажу потому что материал весь стекает работать нужно быстро вот смотрите что получилось то есть вот он от кутикулы плавный подъем наивысшая точка и от нее прямая к кончику досушиваю выкладываем материал как можно точнее по боковым линиям не заливаем гелем потому что иначе нам придется очень много пилить вот поэтому стараемся выкладывать точнее здесь просушка у нас и монофаз геля тоже будет две минуты обязательно сушим до конца и плюс мы нигде не снимали с вами липкость поэтому промежутки у нас тоже сейчас хорошо досохнут включая еще на минуту и материал досыхает это очень важно на этом этапе кстати тоже можно было поджать материал если у вас немножечко широковат ноготочек поджимать можно вот такими прищепками вот они как раз вот у нас для арок сделаны еще есть вот такие вот пинцеты обратные пинцеты можно их использовать если очень узкий пальчик то поджатие не требуется потому что на узких пальчиках форма арочная любая и так красиво смотрится и если мы правильно поджали форму изначально когда устанавливали то потом с материалом не требуется никакого поджатия так сейчас будем с вами обезжиривать но прежде чем обезжиривать мы с вами хорошо просмотрим так просмотрим с вами центр смотрите делим ноготочек пополам и центральная его часть это наш продольный получается с изгиб соответственно мы смотрим от центра в торец до бокового валика в одну сторону и в другую сторону у нас материал должен быть одинаково распределен не может быть что у нас с одного бока больше материала а с другого меньше тогда значит мы неправильно смоделировали и у нас где-то пустая стеночка а куда-то натекло нам придется пилить дальше смотрим в таком положении здесь арочку мы подберем еще нижнюю параллельку мы подберем так чтобы она была равна нашей боковой оси пальца вот здесь ровная линия будет и она должна быть также параллельно верхней линии если мы видим что у нас есть здесь еще провал и кончик сильно вверх выдается значит нам сюда нужно еще материала положить но в данном случае вот здесь еще немножечко опилится поэтому не требуется здесь докладывать здесь у нас все хорошо все можно обезжиривать обезжириваем евроклинсер и начинаем пилить здесь опил по арочной схеме будет граненого стаканчика первое что я делаю я боковые линии начинаем формировать ровненькие пилочка четко к боковой линии но при этом я не упираюсь во вросты да видите она немножечко у меня пилочка идет вверх вниз но прижата к боковой линии формируем боковую линию с этой стороны то же самое делаю с этой стороны дальше центр сейчас покажу уберу уберу здесь пилочку кладем от наивысшей точки и пилим с вами вот так и пилим с вами к кончику ровную полосочку если у нас не получается ровной полосочки значит у нас здесь провал геля в данном случае все хорошо мы заполнили все хорошо гелем дальше мы наметили с вами да вот этот центр еще немножечко даже вот так дальше нам нужно боковые параллели вот здесь тоже привести в порядок и через всю ногтевую скажем так через весь ноготочек мы это будем делать начинаем на ногтевой пластине тоже устанавливаем точно так же прямо как и здесь только бачок и идем тоже ровненько с одной стороны у нас получается здесь прямая площадка здесь прямая площадка центр прямая площадка и с этого с этой стороны тоже прямая площадка у нас получается такой своеобразный граненый стаканчик главное чтобы прямые площадки были абсолютно ровные то есть не скосить их иначе у нас будет некрасивый ноготочек тем самым мы еще и вот здесь лишний объем с вами убираем до теперь давайте с вами кончик прям ставлю пилочку под вот этот вот скос делаем с вами кончик можно его сделать скажем так резким а можно чуть пилочку еще сильнее и сделать его прям таким покатистым будет даже красивее вот такой продолговатый так подправляем теперь смотрите я пока не подбираю нижние параллели я буду именно работать по граням я их скругляю прохожусь ровно по ним то есть положение пилки точно такое же то есть я не иду наискосочек как-то тогда пилочку не ставлю то есть пилочкой четко у нас стоит перпендикулярно ногтевой пластины что в центре что по боковым линиям что по каждому ребру и ровно до конца я прорабатываю каждое ребрышко и теперь с этой стороны тоже и и и и и и так ну теперь давайте поднимать нижний параллель четко под нижнюю параллель стала пилочкой и начинаю ее поднимать немножко с этой стороны немножко с этой стороны стараемся чтобы у нас вот эти нижние параллели были на одном уровне я можно так вот подставить пилочку да и просмотреть этот момент еще раз возвращаясь к этой стране и когда мы смотрим центр мне видно вот здесь вот смотрите видите более толстая стеночка сейчас фокус значит у меня вот здесь в боковой линии еще есть лишний материал я могу еще по боковой линии пройтись потому что толщина должна быть тоже одинаковая так во в росте у меня здесь есть лишний материал еще раз прорабатываю здесь уже такая знаете работа по мелочам доработать потому что мы очень скажем так точно с вами выложили здесь небольшое пил если бы много-много материала было бы и он бы стек у нас по бокам мы здесь пилили бы намного больше и дольше и если у вас так получается что по боковым линиям много материала я рекомендую взять лучше фрезу и фрезой снять этот лишний материал это будет быстрее вот и меньше усилий смотрите мне маленький маленький вот такой вот блестящий момент вылез это значит что у меня здесь такая ямочка небольшая но в принципе толщина еще позволяет мы можем еще разочек пройтись и уйдет либо же если это небольшой фрагмент можно топом просто под выровнять немножечко так дорабатываю смотрю вот что у нас с вами получается фокусируется там вот здесь еще вижу толщину еще немножечко можно работать вот чтобы у нас толщина наших вот здесь вот ребер была одинаковая так и что мне осталось сделать я хочу еще пройтись немножечко поровнять вот эту вот зону вдоль кутикулы прохожусь вдоль кутикулы и до боковых валиков смотрю чтоб у меня не было лишнего материала с этой стороны и с этой стороны как можно это увидеть смотрите если например мы смотрим на пальчику с верхней позиции и видим что сейчас видим что от синуса к в росту у нас вот здесь вот такой знаете как припухлость как бочонок значит здесь лишний материал есть то есть возвращаемся еще раз и подпиливаем именно боковую линию которая идет от синуса к свободному краю то есть лишний материал вот здесь убираем четко ровненько все в принципе смотрим проверяем еще раз арочку еще раз смотрим на изгиб повторюсь его можно сделать еще сильнее вот этот скос то есть сверху у нас не должно быть остроты у нас такой кончик будет скругленный до внизу вот такая вот покатистость если мы форму под зажмем еще сильнее то у нас вот здесь вот получится прям такая острая пика и очень резкий здесь будет спуск угол очень острый это готический я такой миндаль получается здесь у нас чуть поплавнее все чуть-чуть еще вот здесь до работаю и мне осталось только зашлифовать будем с вами делать дизайн у нас чуть-чуть времени осталось на дизайн он будет очень легкий очень быстрый все обезжириваем все опилили все проверили вот такой ноготочку нас получается теперь я хочу все таки взять луночки вот такие цветные и отделить зону кутикулы вот так вот ой зону гиппанихия простите от кутикулы до гиппанихия чтобы у меня были блестки а дальше уже такой вот прозрачный свободный край чтобы очень хорошо у нас практик прикрепились шармиконы мы с вами возьмем тут теглас я только наверное верхнюю часть прокрашу потому что здесь у меня будет шармиконы здесь просто вот так на нет сойдет у меня материалы все подсушил 30 секундочку дальше мне понадобится вот такой пинцетик можно на палочку снять можно пинцетиком удобнее просто вот и будем с вами сейчас приклеивать шармиконы такой достаточно яркий у нас получается с вами дизайн но при этом экстравагантный примерила ну я возьму наверно прям вот эту аккуратненько снимаю ее главное центр приклеить ровненько а усики мы с вами уже можем направить так с этой стороны вот так прижимаем хорошо вот так можно даже сделать кстати двойную можно взять еще одну и вот так вот ее пониже у нас как раз отделится с вами вот это вот фиолетовая части останется розовая тоже будет интересно давайте попробуем и приклеиваем точно так же главный центр так тут уже немножко сложнее получается первое прям так хорошо присел вторая не хочет клеится давайте попробуем ее так вот за центр зацепить как на клиенте вы хотя бы второй рукой можете немножко себе помочь здесь одна рука и все тут тебе все так ну то же самое я сейчас сделаю немножечко перенаправлю усики зафиксировали серединку а усики направили как нам нужно так и хорошо прижимаем это очень важно вот такая двойная улыбочка у нас с вами получается хорошо хорошо и и прижимаем и в принципе смотрите можно добавить какие-то надписи можно так оставить мне кажется здесь уже конечно перебор но на всякий случай я вам просто покажу вот смотрите можно белую надпись вот так вот через ложе поставить вот белая потому что она нейтральная будет достаточно хорошо мне кажется что наверное ну как бы здесь не нужно как считаете мне кажется вот так достаточно уже и так слишком много всего цвета блесток вот можно конечно кому нравится можно и золото но мне кажется белый здесь достаточно нейтральный поэтому оставляем так еще есть варианты например вот таких вот до полосочек розовых тоже как вариант можно сделать но я наверное оставлю все-таки так смотрите хорошо прижали наши шармиконы и дальше можно сразу взять топ прайм он хорошо будет держать наши дизайны прям сразу им перекрываем и можно чуть-чуть под выровнять если есть необходимость такой дизайн там где дизайн нас всегда немножечко неровная история получается поэтому как раз здесь нам нужно будет немного под выровнять с вами центр но старайтесь много материала тоже не брать потому что на боковые стенки будет стекать и вся наша архитектура она испортится поэтому боковые стеночки прям легонько-легонько в общем переворачиваем с вами до даем немножечко ему под выровняться можно кисточкой слегка слегка помочь главное чтобы не получилось такого знаете вздернутого эффекта и можно подсушить включаю и подсушиваем сейчас подсушим с вами минуточку и я вам покажу что у нас с вами получилось мы сегодня с с вами наращивали арочный миндаль вот я бы сказала такой готический арочный миндаль как он должен выглядеть сейчас посмотрим мы работали с вами сегодня амберина гель розовый магазин это два витражных и прозрачным монофаз также декор я сделала вот такой вот красочкой гель-краской называется она гипсофила это блестки на мой взгляд самые-самые удачные наверно сейчас быстренько раскрою вот они разных цветов очень красиво переливаются поэтому подходит под многие варианты так сейчас все вытираем и будем с вами смотреть такой дизайн я конечно импровизировала но тем не менее старайтесь чтобы у вас когда вы начинаете знакомиться с арками все таки дизайн закладывался уже уже в само моделирование давайте посмотрим на арочку вот такая у нас арочка получилась ровненькая красивая вот такая у нас получается архитектура чуть-чуть не до выровняла здесь ну уж простите времени уже нет вот и вот так он выглядит сверху задекорировали с вами как раз ложе блестками и оставили прозрачный кончик тоже будет очень красиво все всем спасибо что были сегодня со мной надеюсь было полезно если есть какие-то вопросы то он задавайте под эфиром просмотрю обязательно на все отвечу все всего доброго